На UFC 302 1 июня действующий чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев проведет защиту титула против третьего номера ростера Дастина Парье. Я не говорю, что Парье легкий соперник, просто его стиль удобен Исламу. Мой главный вопрос Парье, как ты будешь драться со Исламом и при этом не повторять прошлых ошибок. Я в этом бизнесе очень давно и сделал в ММА больше, чем Махачев. Я дрался по ММА еще до того, как это стало мейнстримом. Я по-прежнему здесь. По сей день я выступаю на самом высоком уровне и мне под силу победить кого угодно и когда угодно. Если бы ты мог победить кого угодно, то сейчас бы этот пояс был у тебя, а не у меня. Ислам Махачев выступает в UFC уже 9 лет. Он дебютировал в промоушене в мае 2015 на турнире UFC 187, задушив Лео Кунце. Затем последовало единственное в карьере Ислама поражение от Андриана Мартинеса, после чего он вышел на серию из 10 побед. Именно столько понадобилось, чтобы получить титульный поединок. В октябре 2022 года Махачев встретился с Чарльзом Оливерой. В поединке за титул задушил бразильца во втором раунде. После этого россиянин дважды защитил пояс. Оба раза от австралийца Александра Волконоски, которого победил сначала единогласным решением, а затем нокаутом в первом раунде. Черт подери, он вырубил его ногой по голове, это было потрясающе. Все было идеально. Ислам показал кучу нового дерьма. Он наносил этот удар в корпус, затем он нанес тот же удар в голову. Я просто шокирован тем, что он выиграл таким образом. Он показал значительный прогресс в ударке. Я помню, как Дана Уайт рассказывала, что Парье после поражения от Хабиба был в ярости, и говорил, что никто другой не смог бы сделать с ним такое. Сила Хабиба, его контроль и то, как он манипулировал соперниками в партере, не имел себя равных. Но мне кажется, что Ислам Махачев владает большинством этих качеств. Когда он переводит вас в партер, это очень похоже на то, что делал Хабиб. Но из-за того, что Ислам лучше в ударке, я думаю, что он даже более опасен, чем Хабиб на своем пике. Ислам точно не собирается проверять свои навыки бокса с первых же секунд поединка. Прошлые поединки научили его строить всю свою работу исключительно от защиты. Так что в первом раунде он будет спокойно выжидать момента, когда Парье начнет сокращать дистанцию. При этом, несмотря на отсутствие боксерских панчей, Ислам будет пробивать лоу-кики и миддл-кики, чтобы сбивать дыхание Дастину, который уже давно не славится выносливостью. И при первом же ошибочном сбежении от Бриллианта, Махачев оформит моментальный проход ноги и переведет соперника на землю. В партере чемпион тоже не будет форсировать там боя. Если он поймет, что вывести Парье на самбишном первом раунде не получается, то лучше и вовсе не будет тратить на это силы. Вместо этого, Ислам будет создавать давление во время удержания на земле, чтобы закислить мышцы противника и заставить его тратить как можно больше кислорода на попытке выбраться. И лишь после подъема в стойку в концовке второго или третьего раунда, Махачев начнет аккуратно подключать свой бокс на средние дистанции, чтобы пошатнуть Дастина, а затем снова опрокинуть его на землю и финишировать. Дастин Парье еще в начале года не был одним из главных претендентов на пояс. Сам Махачев заявлял о желании встретиться с Джастином Гейджи, а еще на пояс претендовал Армян Царукян. Парье не обогнал этих двоих даже после победы нокаутом на Цен-Дени, но турнир UFC 300 переграл все в пользу Бриллианта. Джастин Гейджи эпически улетел в нокаут на последней секунде в поединке с Максом Холлоуэм. Арман Царукян в тяжелейшем бою одолел Чарльза Оливейру. Махачев не выступал с прошлого октября и уже запланировал, что точно проведет поединок в июне. В UFC предложили бой Царукяна, но драться со Славом всего через полтора месяца после предыдущего поединка Арман отказался. Гейджи из-за поражения как претендент отпал, а Холлоуэй только что поднялся в легкий вес, так что Парье стал единственной адекватной альтернативой на эту дату. Дастин был временным чемпионом UFC. В апреле 2019 он победил Макса Холлоуэя решением судей. Для Парье поединок с Махачевым станет третьей попыткой завоевать неоспоримый титул в легком дивизионе. В сентябре 2019 он проиграл Хабибу Нурмагомедову, а в декабре 2021 Чарльзу Оливейре. Оба раза соперники финишировали Дастина удушением сзади. Всего в UFC Парье провел 30 поединков, выиграл 22 из них, уступил 7, а еще один признан несостоявшимся. Лучшая серия у Дастина Парье была перед боем с Хабибом, когда он не проиграл 5 поединков подряд. При этом за всю карьеру в UFC Парье ни разу не уступал в двух боях к ряду. А между титульными поражениями Дастин успел дважды досрочно победить Конора Макгрегора. В бою с Махачевым Парье справедливо считается серьезным андердогом. У Ислама преимущество в борьбе, грейплинге, силе и габаритах. Я думаю, что он прикончит его. Честно говоря, это титульный бой, к которому Ислам лучше готов во всех отношениях. Парье очень хорош, но Ислама есть все необходимые навыки, он знает, как его победить. Ислам Махачев превосходит Дастина в скорости, выносливости, защиты в стойке, борьбе и контроле на земле. Везде. Но Дастин часто наносил свои удары, даже казалось бы, в откровенно мертвых ситуациях. И именно его бокс вызывает много опасений. С другой стороны, уровень защиты Ислама в стойке многократно вырос за последние 2-3 года. И, вероятно, может стать еще лучше перед боем с Дастином Парье. Тем не менее, в борцовском арсенале бриллианта есть пускай и один, но довольно действенный прием. Контр-гильотина. Дастин умело закрывает замки на шеях тех, кто переводит его в партер. Парье вполне способен зацепить Ислама Однако Махачев быстро ответит ему борьбой. Контролем на земле, защитой в стойке и постоянным напором. Который и поможет ему забрать поединок. Это может быть мой последний бой. Я еще не принял официальное решение, но это вполне вероятно. Я повторяю это снова и снова. У моих колес еще не стерлись покрышки. Я все еще могу побить этих молодых парней. Я только что это сделал. Вопрос в том, сколько я еще захочу отдать этому спорту. Потому что мы не делаем это бесплатно. Единственный, кто работает бесплатно, походу, это дядя Дима, который делает ролики, документалки, обзоры и прочее. Но если у вас есть желание и возможно, вы можете поддержать канал по ссылочкам в описании и закрепленном комментарии. Также обязательно переходите на мой бусте. Там будут эксклюзивные материалы, вырезки со стримов и выходы роликов раньше, чем на ютубе. Ну и пишите в комментариях, кто победит Махачев или Парье. Хотя по-моему это очевидно. Все, до скорых встреч, пацаны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!